Во-первых, ходят в маленькие группы, ну стараются, как по-разному, то есть в среднем, в среднем, в среднем живут. И во-вторых, они достаточно редко эксплуатируют резко плечат, чтобы прибыли к этому случаю. А в реальной посадке, поскольку они находятся в этой культуре, то они могут себе подводить по небольшим группам и новый плечат. И вот в этой социальной структуре они тоже отличаются. В среднем, посадка очень стабильная и холодная, при санкции санкции всегда остается в родной семье, то есть, вот, допустим, в санкции была сломая дождь, когда дождь и родилась мушка, и они тем не менее санкции санкции ходят со своими руками. Спальни, вот, используя даже много не из разных семей, посадки не территориальные, как и в санкции, но в разных местах, и, вот, если встречаются две группы, где есть ацептивная санка, то они все заодно будут исправить санкции санкции на разговоре и на другую. А потом, каждый расходится, опять же, вместе со своими руками. И в разделении группы происходит, когда этот материал помирает, когда только образуются новые семьи по искусству ее ночевениям. Ну, а у паталетных красавцев, поскольку им надо поддерживать маркер, наверное, дождик, то у них, как бы, с матерью остается как старший сын, последующие могут уходить. Дождик, допустим, до сих пор возраста тоже уйти, потом вернуться за беременную, родить ребенка и, соответственно, когда он возрослел, тогда уже организовался образовательный санкции. И интересно, что эти вот бракотипы, они когда-то, чтобы от них их задают, но при этом в природе они практически не скрещиваются. А в альфиноле, конечно, достаточно успешно скрещиваются. И получается, что эта препаратативная изоляция, она не физиологическая, а поведенческая. И что-то мнение, что как раз новое является культурной традицией. Ну, вот, у меня более такой вероятный кандидат на культурную традицию, которая может помогать, чтобы она изглевает нашу стрельбу, это натальная традиция, потому что, ну, в кормозу, как вы знаете, видение очень низкое, потому что, как вы понимаете, находясь близко восходить. А звуки посадок в большом большом состоянии, в 10 километров. И каждая группа посадок имеет свой такой уникальный набор глупок, который можно даже на слуху подключить. И я вам сейчас пробираю записи 3-х, 3-х планах жерных посадок и полутоярных посадок. И 3-х планах жерных посадок и полутоярных посадок. То есть, слышите, насколько вот сильная различия, которая должна у нас думать, когда мы еще по старшему, где-то. То есть, получается, что, вероятнее всего, он укреплялся на вот эти вот звуки. И есть такие наблюдения, мы сами пробуждали, что полутоярные посадки, которые, как бы, полутоярные, они просто не укрепляют с ним, потому что с ним не пересекаются. И они просто не укрепляют с ним, потому что они, поскольку достаточно быстро учатся друг по-другому, в плане учатся, в том числе и плохо. И вот для многих районов из Нового Шара сейчас возникла такая проблема, как сборы были с ярусом. Ярус как раз, мы с вами знаем, как раз кращу, взаимодействует с большим количеством кращевок, и на которые не такая какая-то крупная рыба. И, вот, обычно, ярусокус в большой глубине, и касатки сложно туда кладут, чтобы эту рыбу поймать. А когда рыбу вытаскивают, то многие касатки научились по звуку лебедки определять, они приходят и на небольшой глубине эту рыбу снимают. Причем они снимают не любую рыбу, а только самую вкусную. Вот здесь вы увидели, одну сняли, а другую нет. И поскольку они достаточно быстро учатся друг у друга, то это очень большая проблема, которая сейчас активно обсуждается, как с этим бороться. Но взаимодействие с человеком не всегда было отрицательным у касаток. Вот, допустим, такой пример, очень похожий на то, что сейчас происходит в Бразилии, то, что я показал в начале доклада. Но это происходило в XIX веке в городе Иден в Австралии, где посадки и совместно с людьми охотились на китов-горбачи. То есть там была такая группа, которая каждый год в сезон миграции китов приходила к этому городку и помогала уже потом изгонять китов. А какие благодарности китов оставляли, чтобы посадки могли выйти в китов-горбачи. Но не только по подчерк comerám, но и чувствовала того, как наcknowелет китов-горбач.